Российский комитет рабочих вообще появился не на пустом месте. Вот, начало организованного рабочего движения это 91-й год. Вот в Нижнем Новгороде, например, первый съезд рабочих был 22-го июня. Вот, вообще-то выросла из коммунистической инициативы, то есть, ну, вот такое нормальное развитие. Вот, сначала были съезды Совета рабочих, кстати, в Нижнем Новгороде были два съезда, на которых были сформированы Российский исполнительный комитет Совета рабочих, а потом был Центральный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Вот, достаточно успешно работали, с учётом того, что тогда было советских людей в стране очень много, и отношение к рабочему движению, к коммунистической инициативе было, так сказать, гораздо лучше, нежели сейчас. Среди населения в целом, если брать. И РИК, ЦИК, они исполняли обязанности в какой-то мере, вот те, которые сейчас исполняет Российский комитет рабочих, но они отличались тем, что ну, в РИКе там были представители Совета рабочих, в основном, тем не менее, были нерабочие представители интеллигенции, от воспитателя детского сада до Ампилова. Да, до Виктора Ампилова. Ампилова уже был членом цикл у нас. Вот. Значит, и организация нормально работала. Очередной съезд, третий, в девяносто четвёртом году. У нас проходил здесь тоже в Нижнем Новгороде, в ДК жиркомбината. И тут, значит, обращаю внимание, что, так сказать, президиум РИКа ЦИКа во главе с Егошиным Дмитрием Васильевичем, это расточник. Вот он как раз основоположник рабочего движения в стране, первый руководитель, первый лидер, вот, очень яркий, заметный человек. Вот. Ну, и рабочие с ним были. и здесь РКРП поставило задачу возглавить рабочее движение. Вот, вместо того, чтобы, так сказать, Ленинскую идею, организовать рабочее движение, организовать рабочих в класс, они, так сказать, возглавим. И всё, и победа будет за нами. Вот. И с этой задачей, ну, практически выгнали из президиума всех, то есть, ведущих рабочих. Вот. Вот тут мы разделились. Получилось так, большинство делегатов съезда остались с РКРП. Порядка 120 человек. Вот. Я сейчас не помню цифры, хотя регистрацию вёл я, но не помню цифры эти. Вот. Мы в количестве, по-моему, 26 человек ушли и учредили Российский комитет рабочих. первыми сопредседателями были, значит, Игоша Дмитрий Васильевич, Федотов, да, Константин Васильевич, и как шахтёр Хедиров, по-моему. Хедиров. 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 Это какой год? Это 94-й год. Вот первое заседание я сегодня сказал, сегодня 49-е. 94-й год, март месяц, по-моему. Вот. Вот. Тогда была сформирована идеология базовая. Чем занимается российский комитет рабочих? Российский комитет рабочих занимается вопросами организации рабочего класса. С тех пор мы этим занимаемся в самых, так сказать, по самым разным направлениям. Вот. Первое такое большое движение было, это трудовой кодекс. Да, я не путаю. По-моему, мы с трудового кодекса начали. Вот. Трудовой кодекс. Было всероссийское движение, очень мощное, которое поддержано было огромным количеством предприятий. Вот. На Красном Соруме тогда даже гудок расконсервировали, гудели, то есть останавливали предприятие, всё, и эта борьба, значит, я не знаю, стоит напоминать или нет вообще, как этот развивалась борьба, ну, наверное, стоит в общих чертах. Значит, было несколько проектов трудового кодекса. От грубых, наглых, таких вот буржуазных, там, правительственных, потом проект восьми, потом сколько, втук пять их было. Вот. А, значит, вот само начало Российский комитет рабочих завел позицию борьбы за, а не против. Вот. Был выдвинут проект, значит, конституции, кодекса трудового, трудового кодекса, да, конституции, это, зорькино, другое. Вот. Значит, кстати, конституции, мы тоже, а, это ещё в РКРП мы занимались. Вот. Значит, трудовой кодекс, который, ну, по факту, Константин Васильевич Ведотов сформировал и Бопов Михаил Васильевич. Вот, по факту, два человека этот проект сделали. Значит, он заявлялся, в общем, в течение шести лет шла борьба за этот трудовой кодекс. Второй вопрос звучит так. О перспективах изменения трудового законодательства и о альтернативных проектах реформы ЖКХ. Доклад депутата Госдумы Шея Олега Васильевича. Вот, шесть лет мы удерживали, когда встал к рулю Путин, он решился подписать другой кодекс. Вот, я так думаю, Ельцин не рискнул. То есть, эта Базаловка так и шла. Но, вот, шесть лет очень активной, очень серьезной борьбы. Мы многому научились за это время. мы поначалу упор делали на советы рабочих. Вроде советы, знакомо, близко, вот, рядом. Через это мы сейчас быстренько построим систему советов и установим власть. Вот. Не получилось, потому что я не знаю, стоит ли здесь анализ проводить, но факт, что не получилось. Вот. И после этого началось осмысление, понимание того, что коллективы надо организовывать на самых естественных для рабочих вещах. А самое естественное это профсоюзные организации. то есть объединение по производственному принципу. Вот. Этим мы и занимались. Значит, почему вот сегодня возник вопрос. Вот, не пустили человека, не дали значит, праворешающего голоса. со стороны РКРП было две попытки нивелировать вот эту нашу позицию. Значит, вот Василий Иванович тогда был председателем мандатной комиссии и лично выгонял перед заседанием Тюлькина, Терентьева, известные люди в РКРП, ну и там, и так далее. То есть, они догнали людей. Вот, там, Тюлькин был бетонщиком, Терентьев. Не бетонщиком, а делегирован был от бетона. А и написано бетонщик. Не, было, я бумагу читал, помню, написано был бетонщик. Василий Иванович говорит, ты что меня не знаешь? Он говорит, знай, поэтому идти сюда. Какой ты бетонщик? Вот. Да. Вот. Ну, тут наши нижегородские активисты. Ну, было, вот такое было. Значит, ну и, грубо скажем, года с 96-го мы серьезно занялись именно профсоюзами, профсоюзными организациями. То есть, что это такое? Во-первых, самим надо было понять, вообще, что такое профсоюз, что такое рабочий профсоюз. То есть, как организовывать, это мы дорабатываем до сих пор, еще у нас тоже, в общем-то, абсолютного нету, как вы сегодня поняли из заседания. Вот. Значит, то есть, тема профсоюза у нас из повестки дня практически не уходит. Вот. И вторая тема, очень важная, как раз для организации профсоюза, это коллективный договор. нас к этому подтолкнули докеры. Неудивительно, докеры очень активно с нами работали. Константин Васильевич первый сопредседатель, он был докером. Вот, тогда еще потом он стал профсоюзным работником. Но, в отличие от большинства, с рабочих позиций не ушел. докеры, они своим коллективным договором показали пример и возможности, какие открываются перед профсоюзной организацией, когда идут по пути вот по такому, опять по позитивному пути, по борьбе за. Это как мы с Трудовым кодексом заявили, кстати сказать, из него довольно много положительных моментов взяли. Вот, например, 23 февраля нерабочий день. Это решение было принято в гостинице завода Красная Сормова. Мы очередную редакцию просматривали просматривали. Зачем, 8 марта нерабочий день, а 23 февраля рабочий. Давай, давай. Прошло. Вот примерно так. Конечно, скажем так, минимальные эти уступки. но тем не менее от правительства на кодекс вообще ничего не осталось. То есть в определенной мере поражением считать нельзя принятие вот этого Трудового кодекса. Вот. Значит, коллективные действия были, забастовки, в поддержку тех же докеров. Все проходило. вот меня лично, когда электромаш бастовал, это само собой, когда меня уволили. Тоже очень серьезная поддержка была во время суда там и так далее. То есть эти вещи скажем так нормой стали. Нарабатывались они нормальны у нас совершенно. Ну и сегодня вы видели, какой бы вопрос мы не рассматривали, мы выходим все равно на профсоюзную организацию, выходим на Трудовой кодекс. то есть вот это понимание базовых позиций, оно дает нам возможность и развиваться самим, и помогать рабочему классу в организации, в развитии. Какой набор вопросов рассматривался за эти годы на Российском комитете рабочих? Основные направления? Поэтому направления, я говорю, базовые направления вот, как организоваться, как организоваться рабочему классу, вот базовые направления, методы, так сказать, основные направления работы рабочих, коллективов, рабочих организаций, это главное этим мы занимаемся. Я говорю, что вопросы организации профсоюзов, вопросы рабочего профсоюзов тоже давным-давно подняты этот вопрос и рассматриваются с разных позиций самый разный опыт сюда приносится. Вот. Ну и коллективные договоры как основа для организации коллектива, для организации работников. Вот это базовые позиции. А, Василий Иванович, что-то добавили. Ну я могу только повторить все это. со своей зрения и все. Потому что начиная от создания Российского комитета рабочих, он откуда возник, когда в 90-е годы начали ломать советскую власть и социализм, ведь не только коммунисты оказывали сопротивление и создавали партии РКРП, потом РКРП, но и рабочие, многие поняли, к чему идет дело, и стали создавать независимо от других рабочей организации. Это были горняцкие рабочие комитеты, это были профсоюзы рабочие, и более, как, может, продвинутые рабочие, создавали советы рабочих. Я, например, участвовал в создании Союза рабочих Москвы, был на первом-втором съезде, первым мы проводили просто сами рабочие, а потом еще действующий КПСС, горком партии подключился, помог нам делегировать делегатов с 400 заводов, и прошел съезд, и образовался Союз рабочих Москвы. Также организовали Союз в Нижнем Новгороде, Горьком, Союз в Ленинграде, тогда еще Ленинградский Союз рабочих, Самаре, еще многих городах. И эти советы стали кооперироваться для объединения действий, обмена опытом и так далее. Вот три съезда, три съезда Совета были, это как раз на базе этих созданных Советов. Ну, Советы, вот даже Московский нас с помощью, съезд проходил с помощью, я сказал, горкома КПСС, и поэтому коммунисты в Союзах, Советах оказывали большое влияние. РКРП решила уже по, как сказать, по опыту КПСС вообще управлять этим всем. А ведь приезжали сюда, в Нижний Новгород, и товарищи, которые были независимы от КПСС, и даже с антикоммунистическими взглядами, вот так же рабочий комитет воркутинских шахтёров. Самарцы. Горняки, самарцы, да. Но они стояли на защите рабочих интересов, не понимая, что не коммунизм, не социализм виноват, а виноваты конкретно вот такие там те же партийцы Горбачёв, Ельцин и так далее. Вот, вместо этого они обиделись на всех коммунистов, в том числе даже, а мы им объяснили, что мы такие же рабочие, как и вы, давайте работать вместе. И мы стали работать вместе. Союзы рабочих Москвы, России, рабочие комитеты, рабочие профсоюзы и съезды. Ну и вот на этом заседании, чтобы не сталкивать противоречия, решили провести заседание в двух, два дня. Первый день провести заседание рабочих комитетов, а на второй день уже Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Один наоборот. Союзов. Нет, всё правильно. Всё правильно, потому что и на первый день выдали мандаты красные с решающим голосом только рабочим комитетом. И Гошин начинает открывать собрание, а в это время вдруг члены РКРП начинают возмущаться, а почему у нас белые мандаты, почему здесь только рабочие. Начинается бодяга, и видя это рабочие, которые не входили в союзы рабочих, а вот воркутинцы, докеры, сказали, мы тогда, ребята, с этой бодяге уходим. Ну и мы ушли и сказали, ребята, мы же съехались обсудить общие проблемы, давайте будем здесь. Хорошо, там было два зала, давайте здесь проведем заседание, и на этом собрании пошел разговор об учреждении непосредственно рабочей организации, в которой партийные организации могут присутствовать как помощники, но не как диктующие. Даже название докеры предложили сначала РО-РО, есть такое судно. Российское объединение рабочих организаций, у них какая-то приспособа там. Да, это морские суда река моря, они так называются, они говорят, давайте назовем объединение российское организации, рабочее объединение российских организаций. Ну да. Российское объединение рабочих организаций. РО-РО. Но в результате общим мнением пришли к названию российский комитет рабочих. РО-РО утвердили, а как исполнительный орган российский комитет рабочих. Вот, как сделали. И с тех пор проходит заседание российского комитета рабочих, где жестко стоит регламент, что право решающего голоса имеют здесь рабочие, делегированные рабочими организациями. Это или рабочий комитет, или стачком, или профсоюз, или другая рабочая организация. Вот эту историю. То есть не случайно вот так жестко мы встречаем, что нет не рабочих, все вот совещательный голос, а некоторых и выставляем. Вот потому что здесь вот уже грубо скажем в течение там десяти лет последних и то несколько попыток было увести заседание куда-то в сторону, в гебри, в болтовню. Ну и о основных работах это конечно же как добиваться улучшения и выполнения интересов прав рабочих это все пришли к мнению что с помощью профсоюзов и поэтому одно из одна из тем заседаний российского комитета это создание рабочих профсоюзов действия с действующими рабочими профсоюзами как сделать чтобы руководство профсоюзов не вырождалось это мы обсуждали потому что освобожденные работники даже зачастую рабочие становятся иногда уже практически не заинтересованы защищать интересы рабочих и здесь высказывалось мнение наше о том чтобы сделать председателями не освобожденных а для этого нужно чтобы они сменялись и в некоторых профсоюзах защиты это уже было применялось были сопредседатели которые выполняли должность задания одного председателя но по очереди заменяя друг друга вот это и защита заработной платы которая стояла перед всеми рабочими и здесь мы скажем не с лишним я дам а использовали передовой опыт докеров которые долго забастовочной борьбой добивались увеличения заработной платы но обосновать тоже долго не могли вот ведь даже и при всем этом то они привязывали уровень повышения к доллару когда он сильно рос то к инфляции пока в их же среде не был произведен вот этот расчет реальной стоимости рабочей силы из которой теперь мы пропагандируем этот вопрос о шестичасовом рабочем дне давно уже возник потом вообще сформулировали саккумулировали требования рабочих воедино в программу коллективных действий профсоюзных организаций это тоже на заседание российского комитета приходили представители разных профсоюзов говорили у нас такая проблема у нас такая проблема или вот мы забастовали а какие требования выдвигать и совместным образом была выработана вот эта программа коллективных действий которую потом впоследствии принял съезд профсоюз защита профсоюз федерации профсоюза в россии но вот к сожалению конфедерация куда вошла она уже на съезде эту программу не приняла хотя поддержала а вот официально такое объявление не сделала вот так что вот такие основные направления российского комитета рабочих которые за эти годы проходили каждое рассматривали мы и такие вопросы как выборы и пришли к такому мнению что здесь на заседаниях пока рабочие не представляются выборные органы никакими там партиями организациями то участвовать в этих выборах не имеет смысла тоже здесь не совсем так не совсем так не поддерживать и не тратить на это нет поддерживаем тех кто заявит о поддержке значит требования рабочих выраженных постановлений в программе коллективных действий профсоюзной профсоюзной программа она принята организациями она заявлена да ей уже 10 лет и кстати там в первом же пункте записано что и 60-й рабочий день и доведение зарплаты до уровня стоимости рабочей силы еще это 10 лет назад все базовые вопросы там уже были там и политические тоже задачи ставятся в этой программе все все которые стоят перед рабочими как стояли и стоят до сих пор участие федерации профсоюзов россия осветили потому что семинар вносит название постоянно действует семинар фондоров рабочей академии и федерации профсоюзов россия ну да есть такое потому что очень серьезная поддержка была со стороны ФПР именно это Ковалев конечно главное это авиадиспетчеры очень серьезная поддержка Ковалев приезжал сюда Бабич приезжал сюда и докладчиком у нас был неоднократно и как угодно авиадиспетчеры в плане борьбы за заработную плату у них очень мощные наработки очень хороший опыт которым они здесь делились поэтому ну и сейчас при всем том что так сказать они вроде под буржуев тут это самое попали все равно мы сотрудничаем все равно у нас есть связь у нас взаимопонимание есть ну и издание газеты а вот правда тоже да 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 они деньги дают где размещаются все материалы газетского комиссия так что не случайно не случайно все написано вот просто так ничего не пишем спасибо Владимир Михайлович Василий Иванович приходите еще на воды вставайте шеренги сметайте на битву шагайте шагайте пробегте прицел заряжайте ружья на бой пролетарий за недостаток на бой пролетарий за недостаток за м пролетарий аресту прицел на коррий фон шагайте на аресту рухи Субтитры создавал DimaTorzok